Продолжение следует... Я хочу предупредить, что речь в данном случае идет в том, что называется local progress, в буквальном смысле. То есть вот Андрей, например, получил текст, в котором не было раздела с интерпретацией, потому что прогресс до туда еще не дошел. Но я постараюсь озвучить какую-то интерпретацию, я надеюсь получить какую-то обратную связь. И во-вторых, также я скажу, что действительно эта работа наша с Кириллом совместная, которую мы начали уже довольно давно, еще в 2011 году на самом деле. И вот моего вклада в ней сбор данных, некая теоретическая работа, связанная с интерпретацией работа, а Кирилл занимается тем, что он имеет значительность мне, то есть он анализирует эти данные. Объясняют мне, что, собственно, наши данные показывают. Поэтому я сразу скажу, что, может быть, я, ну, очевидно, не дотягиваюсь до этого уровня Кирилла, и в каких-то вещах мне будет сложно вам наверняка сказать, что именно он там сделал. Я думаю, что вы будете лучше меня вспоминать. Существует проблема, которая увязывает между собой степень институционализации какой-то юридикции, и то, каким образом в ней ведут себя бизнесмены, которые заинтересованы в сохранении собственных прошелственности. Считается, что есть некая такая квадедивена. Мы можем сказать, что если у нас режим или юридикция хорошо институционализированы, то в такой юридикции у бизнесменов нет сильных стимулов к тому, чтобы инвестировать в политические связи. С одной стороны, это не дает большой отдачи, с другой стороны, это может быть даже преследоваться, потому что политические связи, ну, потому что политика должна быть как бы свободной, и вот бизнес влиять. Соответственно, с другой стороны, если режим недостаточно институционализирован, если в нем нет институтов, которые позволяют бизнесменам гарантировать свои права собственности, то они оказываются заинтересованы в том, чтобы инвестировать в политические связи. Они сами идут в политику, их приближенные какие-то люди идут в политику. У нас происходит такое небольшое сращение политики и бизнеса. Есть довольно обширная литература, которая показывает, что действительно так оно и происходит. Соответственно, эта литература, с одной стороны, показывает, что бизнесмане действительно больше заинтересованы в том, чтобы инвестировать в связи со властью именно в тех случаях, когда институты слабы. Это довольно известная статья Гельба, Сонина и Жуавской. Но также и некие исследования по Китаю, которые показывают, что, например, в каких-то отдельных китайских регионах, где институт защиты права собственности слабы, там люди значительно активнее вступают в коммунистическую партию, например. И с другой стороны, литература показывает, что это им действительно помогает. Что люди обзаводятся этими связями, что они вступают в коммунистическую партию, и у них в этой связи повышаются прибыли, им легче получаются федиты от банков и тому подобные вещи. То есть, действительно, такая связь подтверждается эмпирически. Ну и, соответственно, действительно, мы должны рассматривать фактическое участие бизнеса как некую альтернативу тому, чтобы строить институты. Хотя понятно, что это только хозяйство на силу в том плане, что это не вопрос того, что какой-то конкретный бизнесмен индивидуально решает. Вот я буду инвестировать в связи, или вот я хочу институты, потому что либо уже институты есть, либо их нет. В случае с Россией, которым мы, собственно, с Кириллом занимаемся, мы занимаемся бизнесменами в России, самыми подавленными из них, мы наблюдаем плохое качество институтов, гарантирующих права собственности. На уровне какого-то такого импрессионизма, я думаю, все это и так хорошо знают. В обзоре литературы я упоминаю дело Юборца, и вот связанные с этим вещи. Чтобы это показать как-то наглядно, существует, в частности, вот такой вот индекс прав собственности, которые относятся к индексу экономической свободы, который такой вентилативный инстант выбирает Heritage Foundation, не то чтобы я бы сказал прямо сильно поводаться на эти результаты, но тем не менее, как какой-то point of reference, они нам могут служить. И вот мы видим, что в течение 2000-х годов, по сравнению с 90-ми, у нас в России включился некий спар, в течение 2000-х годов мы находились на уровне примерно 30, ну не примерно, а точно 30, потом упали до 25, и в 2014 году упали до 20. С чем такая Sancti Heritage Foundation связана, я, честно говоря, сказать сход не могу. Я могу сказать, что вот это состояние на уровне 30. Sancti Heritage Foundation предлагает декцизировать как то, что здесь экстребляция инвестиций и каких-то активов возможно при 30. А вот при 20, она уже common, что называется, она часто включается. И вот такой путь мы проделали. Она у нас выскупляется, была возможность, то, чего бизнес-инвесторы боятся, потом она стала что-то с пением, возможно, и часто встречается, и теперь она у нас часто встречается. Ну, то есть вот. Как к этому предлагают подходить люди из Heritage Foundation? Еще раз, это основано на экспертных оценках, поэтому вы понимаете, что эта оценка такая немножко мягкая. Но тем не менее. В то же время в России мы не наблюдаем того, что политические связи прямо всеобщие. То есть это не то, что вот эти самые бизнесмены, которые действительно обладают какими-то активами, что они все обзавелись какой-то такой официальной политической, скажем, крышей. И в этой связи, ну, есть некий вопрос, некая загадка. Почему вот в рамках этой квалификации альтернативной ситуации, либо институты, либо политические связи, почему может быть такое, когда и не институты, и не политические связи? В экономике такая проблема тоже со своей стороны теоретизирована. В частности, очень влиятельной статьей Sony на 2003 года, в которой он показывает, что богатые бизнесмены могут быть заинтересованы в том, чтобы гарантии про собственность были частными, а не общими. Они получили некий отрывок по сравнению с общим уровнем экономики, и, находясь на этом отрыве, обладая каким-то значительным преимуществом, они не хотят предложить общих прав собственности всем остальным, чтобы они их не догнали. Аналогичная модель, похожая модель, предлагает Тачу Маглу, который рассказывает о том, как такие вот сильно обогатившиеся бизнесмены, которых он называет олигархией, как они возводят барьеры на вход на рынок. Соответственно, в таком случае отсутствие институтов как бы провоцируется самими бизнесменами. То есть сами богатые люди заинтересованы в том, как уж сложилось, чтобы институтов не возникал. Нас с Кириллом заинтересовал такой момент, что при этом в этих во всех моделях институты рассматриваются как более или менее сумма контрактов, что, в общем, напрямую следует из того, как они строятся. Это теоретовые модели, и, соответственно, институты в них по определению оказывают таким замерзшим равновесием. Равновесие, естественным образом, возникает из некого добровольного согласия всех агентств, которые просто не могут утвердеться о равновесии. И вот это равновесие — это и есть институт. Институт должен отражать его. Но с политической точки зрения мы понимаем, что институты, конечно, бывают вот такими хорошими, которые фиксируют равновесие, а бывают и дистрибутивные институты, через которые осуществляется власть, которая не обязательно предполагает, что все очень довольны, как она осуществляется. И на самом деле эти институты логично называют политическими, и то, в каком состоянии находятся политические институты, строго говоря, от воли бизнесменов напрямую не зависят, не обязательно зависят. В демократии мы можем видеть то, как это отражение происходит, то, как бизнесмены перед выборами могут поддерживать определенные партии, там эти вещи приходят в некий баланс. Но в авторитаризме это не совсем так. То есть в авторитаризме может сложиться такая ситуация, когда у бизнесменов, учитывая какое качество экономических институтов, есть спрос на то, чтобы выйти в политику, они бы хотели выйти в политику, они бы хотели стать губернаторами, или избраться в Сенат, или еще что-то. Но вот предложения этих институтов уже и в политике, в свою очередь, нет. Бизнесмены хотят пойти в политику, но они не могут. У них нет такой возможности. Давайте, видимо, воздвигаем соответствующий аргумент. Мы говорим о том, что авторитаризм, как такой очень важный игрок в авторитарных режимах, мы сразу скажем все это за авторитарных режимов, вообще-то, говоря, не заинтересован в том, чтобы предоставлять доступ бизнесменам к политическим институтам. Строго говоря, он бы хотел забаррикадироваться внутри вот тех центров принятия политических решений и никого туда не пускать. И даже если бизнесменам хочется туда попасть, не только потому, что они заинтересованы в лоббировании каких-то конкретных политических курсов, в таком духе вопросов, чтобы гарантировать свои правособственности, чтобы знать исключительно национализации, чтобы быть в курсе, чтобы участвовать в какой-то бане, они этого не могут сделать, потому что автократ все законопатил и никого не пускает. Он, иными словами, произвел деинституционализацию, мы наблюдаем в авторитаризме упадок институтов политических, и поэтому бизнесам как бы нечем воспользоваться, хотя бы хотелось, чтобы попасть в политику. Это наша функция. По идее, мы бы должны были в этой связи, чтобы этот документ как-то укрепить сюжет исследования, чтобы вообще сориентироваться, сформулировать тот другой сюжет аргумент, довольно, в общем, common sense, довольно тривиальный, довольно простой. Мы бы хотели посмотреть на теорию, такой деинституционализации, или на теорию Парка, в институциональном авторитаризме. Такой теории, к сожалению, нет. Более того, исследований про институциональный упадок непосредственно почему-то не пишется. Я тогда думаю, почему это делается, потому что сложно изучать то, чего нет. То есть, когда институты исчезают, нам, политологам, которые мы изучаем, институты в первую очередь, нам становится не к чему прицепиться, у нас теряется эмпирический референт, нам нечего исследовать как-то. Более того, строго говоря, ну, то есть, классические исследования авторитаризма, вот я здесь привожу цитату из Грязински и Фридриха, из классической книжки про авторитарные и авторитарные государства, классические теории считают, что институты — это вообще не про авторитаризм, а авторитаризм — вообще не про институцию. То есть, строго говоря, у авторитаризма могут быть какие-то институты, там может быть какая-нибудь сталинская институция, или еще что-нибудь в таком быче. Но смотреть на них вовсе не нужно, они вообще решены смыслом. То есть, они вообще ни на что нам не указывают, посмотреть на то, как происходит всякое раение власти в таких режимах. Такое состояние дел делалось довольно долго. В 90-е и 2000-е, однако, случился, что называется, институциональный поворот в сравнительном авторитаризме. Томас Кипинский это так окрестил в своей влиятельной статье 2014 года. Институциональный поворот утверждает, в литературном корпусе исследований в рамках вот этого течения, утверждает, что на самом деле авторитарные институты очень даже важны. Что в австократии от одника института, ну, вообразил себя, например, многопартийную регистратору австократии. Вот то, что она есть в австократии, это не просто какие-то царки, которые австократ хочет, а это очень важно, потому что это позволяет ему стабилизировать свой режим, потому что это позволяет ему следить за возможными оппонентами, кооптировать их и тому подобные вещи. Вот я на этом слайде перегонструировал логику авторитарного институционализма. Она состоит в том, я ее реконструировал не потому, что вот то, чего я уже сказал, это недостаточно, а потому, что на самом деле там плетены туда эмпирические аргументы, теоретические. Эмпирический аргумент состоит в том, что мы напоминаем во многих австократиях, что возникает в таких институтах. То есть мы видим, что существуют новые типы авторитарных режимов, они называются по-разному, могут быть электоральные, могут быть соревновательные или иногда их переводят в заседательные, и в них есть такие квадедемократические институты. Там проводятся вырубки, там возникают суды, эти суды якобы независимые, это не то, что глава кома партии позвонила, сказал, как на что-нибудь решение, такого быть не должно произойти. Мы видим, что таких австократий все больше. Дальше следует документ, состоящий в том, что на эти институты демократические, стало быть, они должны ограничивать власть австократов. Что логично, потому что он же может бояться потерять власть на выгодах или еще кто-то в таком духе. В общем, эти институты явно должны создавать ему некий дискомфорт. Я говорю ему, я сразу скажу, а не ей, потому что австократов женщин в исторических фотошке не было. Подпись в послевоенное время, да. Все австократы, которые типа там вести на Киршнер, вот это вот все. Я свое жесткое гендерное утверждение базирую на единственной сновке, которую я встретил в статье у Ганди Ившиловского, которая указывает на то, что таких австократов было всего трое, и все они сдали власть в течение двух или трех лет. Поэтому как бы они не считаются. Возвращаясь к этой логике. То есть институты создавали некий дискомфорт для австократа. Но мы знаем, что австократ, у него огромная власть. Он может эти институты убрать, если бы они ему действительно мешали. Следовательно, если он не убирает эти институты, значит они зачем-то ему нужны. Приносят ему какую-то пользу. И тут у нас снова возникает эмпирический архумент. Эмпирические исследования показывают, что и действительно. Мы смотрим на исследования, на случаи, в которых институты присутствуют. Смотрим на авторитарные институты, где они отсутствуют. И мы видим, что первые более стабильно политически. Эти режимы дольше сохраняются. И во-вторых, там выше экономический рост. В том, чего австократ и хочет. Он хочет экономический рост, чтобы собирать большую рост. И он хочет, чтобы его не могли смещать. И институт ему ясно бы в этом помогать. Вот, собственно, этот аргумент авторитарного институционализма. Есть, существуют две важные, существенные критики, которые надо учитывать, если мы сами хотим работать с авторитарными институтами. Первая, это такая проблема ИОВа, которая состоит в том, что если как раз дает институт, то он сам же их может забрать в другой момент. И из этого следует по логике вещей, что никому не нужно особо на них полагаться. Ну, то есть, для примера, возьмем такой институт какой-нибудь, который якобы гарантирует инвесторам, что эти инвестиции не будут экспроприированы. Например, австократ проводит выборы. И созревает парламент, и парламент должен законодательно провести политический год, связанный с республиацией. Это делается из-за того, чтобы австократ, как бы он связал и учит со спиной, и показывает инвесторам, можете инвестировать, я ваши деньги не заберу. Но если инвесторы знают, что в любой момент австократ может этот парламент также разогнать, то непонятно, собственно, в какую пользу приносит институт. Почему инвесторы должны поверить в стартах? Отчетов следует некое методологическое последствие, довольно ясное и хорошо сформулированное, собственно, Томасом Петлинским, которое состоит в том, что зачастую в исследовании, что мы наблюдаем, мы видим, что есть структурные предпосылки к отельцам, например, в виде оказываются достаточно разрозненные, которые приводят к тому, что создается некий институт, например, многопартийный парламент, или, например, очень странная, устойчивая форма смены власти, мексиканская, которая долго существовала. Потом мы наблюдаем некий исход, например, стабильность политическая. Ну и, соответственно, у нас, когда мы пытаемся проверить, что к чему привело, мы берем некие институты, мы берем исходы, мы показываем, что институты ведут к исходам, но на самом деле логика может быть такой, что структурные предпосылки ведут к исходам. Вот так вот. А институты просто затесались по пути, они, собственно, являются просто и феноменом. Чтобы проверить, так ли это, нам нужно, чтобы между вот этими и вот этими вещами происходила рандомизация. Нам нужно, чтобы иногда структурные условия были, но не приводили к созданию институтов и напрямую колоссировали какие-то исходы. А иногда нам нужно, чтобы институт существовал, но без этих условий, без предпосылок. Иначе мы не можем приписать ответственность за данные исходы институтам или условиям. Но так не получается, потому что автократ реагирует на институт, на условия создает институты, а потом условия ухода, он тут же убирает. Уходят, он тут же убирает институты. Получается, что у нас институт абсолютно эндогенные условия. То есть, в действительности, мы не знаем, что приводит к данным исходам, к экономическому росту, к стабильности и еще к чему-то. Те предпосылки, которые создали институты, или созданные институты. Есть исследования, которые с уважением относятся к этому подтверждению. В частности, статья Йенсена с авторами, Люксена и Райта. Йенсен показывает, например, что это вовсе не... Вот многопартийные парламенты, нам может казаться, ведут к тому, что инвесторы думают, что Артократ не будет экскруприировать, как я уже говорил в одном примере, не будет экскруприировать их инвестиции, и поэтому они несут деньги. И Йенсен предлагает проверить, а он говорит, давайте еще посмотрим, что эти парламенты делают. И он показывает, как на самом деле не сам факт существования многопартийного парламента влияет на приход инвесторов, а тот факт, что многопартийные парламенты принимают лучшее по качеству законодательства по защите прав миноритарных акционеров. Это значит, что когда инвесторы приходят, они в действительности не боятся не автократа, а они не боятся того, что какой-нибудь инсайдер не отберет у них их собственность в рамках какого-то вот такого дошла. Похоже, естественно, не Люцина и Райка. Немножко другое, но я не буду иногда вспомнить. Получается, что вот эти причинно-следственные связи, их нужно значительно яснее проговаривать, чтобы мы действительно могли их тестировать, чтобы мы действительно могли что-то говорить об институтах. Второе выражение содержательное, это в том, что, во честно говоря, есть довольно влиятельная школа мысли, которая утверждает, что институты, в сущности, служат просто таким пацанам. Но современные автократы хотели бы, чтобы их медикты выглядели красиво, чтобы у них были парламенты, суды, чтобы им жали руки на саммитах, чтобы, может быть, кого-то из инвесторов они смогут этим обмануть. Но при этом им как бы хочется как бы «hand the cake and eat it», то есть они бы хотели, чтобы у них и институты были, их было видно, что у них есть институты, но чтобы при этом институтов как бы и не было, чтобы они им не мешали этого. И поэтому они начинают создавать всякие неформальные институты или как-то канализировать какие-то процессы в обход формальных институтов. Происходит в венектовении вот таких подробных институтов, о которых я исследователь... Да, я, собственно, сейчас не рассказываю, в общем, я разбираюсь, а дальше пойдет модель. К чему это ведет методологически? Потому что вот мы, предположим, мы делаем какой-то хвост-стронаву анализ, но мы видим здесь парламент новопартийный, здесь парламент новопартийный, еще 10 парламентов новопартийных. Но один из этих случаев – это Путистан, например. В нем хороший новопартийный парламент, там четыре партии. И понятно, что эти институты, они как бы немножко не те институты, что в каком-то другом анализ партийном парламенте. И вопрос в том, что мы действительно видим, когда мы наблюдаем какой-то институт в территории. Это институт или это пустая оболочка, которая просто мастерует то, что за ним, на самом деле, происходит, какие-то более реальные вещи. Из этого следуют такие критерии, которые мы сформулировали, чтобы понять, что, собственно, должно происходить, чтобы мы могли точно говорить что-то про институты, про авторитаризм. Во-первых, мы должны наблюдать институты в процессе их использования. То есть, если институтом пользуются, если они мобилизуются, эти институты, значит, они рабочие, значит, они есть. Если институты никем не мобилизуются, значит, они вот та самая пустая оболочка. Чтобы понять их качество, более того, мы должны учитывать, кто их мобилизует. Надо смотреть на инсайдерах, надо смотреть на внутренние рынки. Вот есть этот аргумент, да, о том, что маркетингов с бетом. Если люди готовы нести свои деньги куда-то, более-менее делать ставки на какой-то факт реальности, то мы можем уверить, что этот факт реальности действительно имеет место. В этой связи мы делаем особый акцент на бизнесменов, которые своими деньгами зависят от того, есть там эти институты или нет. И третье, и то, что нам нужно, собственно, чтобы наблюдать деинституционализацию, в большинстве исследований не учитывается некая гостепоральная динамика. Деинституционализация — это процесс. Раньше были институты, и потом их не стало. Во всяком случае, в большинстве австократии, которые возникли после третьей волны, у нас был какой-то период демократического подъема, после которого институты стали демонтироваться. Поэтому, по-видимому, она смотрит от тепоральной динамики, она тоже может нам что-то сказать. Что мы в этой связи сделали? Мы собрали динамическую базу данных. Эта база основывается на рейтингах журнала «Финанс», который издавался с 2003 по 2010 год, если бы он, ну, то есть, на самом деле, с 2004 по 2011. И вот если бы он в феврале 2011 года и там последний свой рейтинг самопаразит русских бизнесменов не закрылся был, то мы бы, конечно, взяли данные и после. Но он закрылся и больше таких данных нам не предоставляет. Там содержатся данные, не сколько у людей денег, не верно было, не сколько у людей денег, а от чего стоят их активы, точнее. Плюс собственность, недвижимость и тому подобные вещи. И в каких-то тратлях у них активы. Это было нам нужно, потому что мы хотели их анкровировать на отрасли. Потому что в разных тратлях рост происходит по-разному. Эти данные мы дополнили с данными о политических связях. Эти данные буквально собирал я. Я смотрел на каждого бизнесмена и смотрел, есть ли у него связи по открытым источникам. Среди них были более благородные типа коммертант-справочник. Среди них, учитывая то, что у нас было некое такое проникновение в регион, мы смотрели на региональных бизнесменов, были данные каких-то региональных СМИ, которые очень удобным образом агрегируются рядов с новостями. Там были не очень благородные источники типа Советского права Матру, который содержал много пассатирующих старений на то, что кому кузен или друг детства. Когда мы отобрали эти данные, мы, естественно, увидели, что состояние распределено вот так, мы его нормализовали. Я понимаю, что это нужно показать, что мы все знают, что мы, что какие-то основные вещи мы сделали. Связи мы кодировали таким образом. Мы сразу визвели на формальные и неформальные. С формальными связями все относительно понятно, потому что всегда известно, является данный бизнесмен депутатом Госдумы или заместителем министра или региональным депутатом. Мы непонятно. Это все просто. С неформальными связями немножко сложнее туда попали родственники, жены, дети, родители и друзья. Но понятно, что когда человек становится влиятельным, у него сразу появляется много друзей. Поэтому мы смотрели только на тех друзей, которые как бы угадали с ним влиятельным. Они с ним дружили до того, как человек получил свой пост. Вот это два способа, которые мы вычисляли партнер-двичай связи. Они у нас все так отделаны по-разному. У нас есть неформальные связи на федеральном уровне исполнительной власти, неформальные связи на федеральном уровне законодательной власти. Соответственно, у нас там 8 категорий выникают. Некоторые из этих категорий правда пустые. У нас нет неформальных связей на региональном уровне законодательной власти, потому что слишком мелко, и мы просто не нашли информации. Я думаю, что у кого-то какие связи, наверное, есть. Неформальные связи также умножатся между собой. Например, например, только один из братьев Ротенбергов бросал Путина на татами в свое время, но я считаю, что другой брат, который с Путиным вообще напрямую не связан, через связь через брата также имеет неформальные связи в федеральном правительстве. Данные наши вот такие, это такая усеченная описательная статистика, которая пока не сколько, собственно, отдельных людей. То есть не точек в ход, вот именно отдельных людей с такими связями у нас есть. Мы видим, что очень много связей в федеральном собрании формальных. Мы также видим, что вот губернаторов, завести для губернаторов относительно немного неформальных связей в законодательных федеральных органах, это в основном братья сенаторов, их совсем мало. Вы видите, что учитывая, то, что у нас не очень много людей с связями выявилось, в принципе, нам тяжело пришлось дальше в анализе. Собственно, поэтому отчасти мы 4 года и занимались тем, что эту базу анализировали только поперек. И вот Кирилл в какой-то момент наконец придумал, как что сделать, и что ему крайне благодаря. У нас есть некоторые проблемы, связанные с тем, что, во-первых, очевидно, эта федерровка очень консервативная. Это реально макушка Альберга. Мы не знаем, что там у людей, другие способы связи установить, о которых мы не знаем. Кому же люди стараются их срывать? Вот когда возникло несколько проблем, я их не буду сейчас озвучивать, но вот Олег Дерипаско, братья Денгаревичи, формально должны бы квалифицироваться как люди социальные, а я их как не квалифицировал. У меня есть основания, я могу потом входит в вопрос в ответ рассказать. Этого графика я не буду показывать. Вот как выглядит метод. Здесь я немножко теряюсь. Но факт в том, что это многоуформневая модель, в которой годы, годы индивиды являются кластерами, нет, индивиды являются кластерами, и они пастеризуют все годы, отрисящиеся к себе. И на этом основании строится некая модель, в которой, насколько я знаю, учитываются связи и отрасль. А для речевой переменной, соответственно, наступает то, сколько денег у человека получается в ходе того, что у него есть связь и отрасль. Мы потом можем к этой модели вернуться, в принципе. И вот мы сделали некий анализ. Этот анализ можно показывать двумя способами. Вот этот способ, он более экономичный. Есть второй способ, который показывает, собственно, большую таблицу, которая включена в те статьи, которую только Андрей видел. Ну, в том, в том, в том, в меня. И я ее могу показать, я ее там на фоновом режиме, она в соседнем файле открыта. Там было построено несколько моделей. Последняя модель, собственно, которую мы вот здесь видим, она включает... Видите, у нас оказывается эффект влияния на, собственно, как бы доставок этих людей. Это логично, правда? Потому что доставок у нас и был удалительный переменный. Но у нас там есть влияние на рост. Вот как это случилось? Это случилось так, что мы в модель в самом конце добавили интеракции времени в каждой вот этих вещей. И дальше мы коэффициенты интеракции, мы их интерпретируем таким образом, что они нам указывают, со временем помогает тебе такой связи меняться или не помогает в своем доставке. И вот когда мы это сделали, тут, наверное, и правда хорошо показать вот эту структу. Вот, где он? Вот эту структу. Я не знаю, кто его сейчас. Когда мы это сделали, это разница между четвертой и пятой моделью. Я тебе покажу. Там ничем надо все равно. А там вот... Вот это то, что я хотел, собственно, показать. Вот здесь нам надо смотреть на разницу между четвертой и пятой моделью и учитывать то, что эффекты интеракции идут там внизу сейчас. Их сейчас не видно. Но они в пятой модели добавились, а в четвертой нет. В четвертой модели какие-то вещи имели значение. Например, например, если человек был с лунским депутатом Федором Фомова-Людисовичем. С какой-то значимостью. Не слишком большим. Ну, с какой-то. А потом мы добавили интеракции. И, например, начали с пропану. Но зато значимость появилась у того, что человек имеет формальные связи, неформальные связи на лодни федерального правительства. Причем, с правильным образом, мы видим, что к описанию с отрицательными. У тех, у кого есть такие цены, дела становятся хуже, да? Нет, это же основной эффект. Нужно смотреть на его сочетание с интеракциями, чтобы увидеть кондишинал эффект. На самом деле, тут вот, вот в этой табличке как раз-таки мы... Ой! Здесь мы действительно видим, что вот это отрицательное, а вот это зато очень положительное. И это показывает нам вот это. Вот на этом графике мы видим, что на самом деле, если у человека есть неформальные связи, то это значит две вещи. Что он начинает откуда-то реально с пола. То есть у него совсем нет денег в начале. У этого бедолаги всего 150 миллионов долларов. Но потом он резко стартует, ориентировочно в 2008 году, когда кризис и когда все страдают, всех подгоняет, и уходит вверх. И вот здесь мы видим разно-зарисмированные все то же самое. Мы видим, насколько человек оторвался. У Кирилла есть формулировка того, что, собственно, произошло. Ой, я даже вас обманула. Это в бедолаге совсем не было денег. Но вот из 7 миллионов долларов выставил в 1 миллиард между третьим и десятым годом. В то время как все остальные изначально были побогаче, у них было 150, но они едва удвоили свой достаток. У них всего 400 миллионов оказалось в 2010 году, что, собственно, внутри картинки и показаны. Есть, соответственно, есть желание эти данные как-то интерфейтировать. У меня. Конгредиация, которую мне бы хотелось видеть, состоит в том, что вот этот период 2003-2007 года, этот период, когда, по всеобщему признанию, наш ассоциализм укрепился после, в частности, по результатам выборов 2003 года и после них. У нас возникла большая партия власти, которая подняла всех депутат-садомандатников и режим стабилизировался. И есть очевидные вещи, которые напрямую связаны с теми самыми институтами доступа к политике, институтами политической власти, губернаторских выборов, которые были отменены. И это снижение роли Думы, которая в созыве 1999-2003 года была довольно значимым политическим органом, после этого значимость распространяла, потому что там к власти пришла полная партия власти, контролируемая администрация президента. Наверное, вот именно это мы и наблюдаем в себе данных. При этом, с другой стороны, мы можем сказать, что произошла конкрализация. То есть мы могли бы не заострять внимание на политических институтах и не думать особенно о режиме и динамике, мы могли бы сказать, что случилась централизация, в ходе которой была выстроена вертикаль власти, случилась централизация в вертикальном ключе и централизация в смысле усиления позиции президента в сравнении с окружающими всеми, что в частности выявилось то, что президент получил послушную Думу. Какова природа из вот этого институционального упадка? У нас есть две версии. Одна состоит в том, что это такое желание ухватить побольше власти. То есть на самом деле человек просто люди клика вот этого узупировала власть, демонтировала институты, а то, что мы наблюдаем, что происходит бизнес, это просто ну, это виденные последствия. Да? Потому что, ну, бизнес устало не во что инвестировать, но это делалось не ради бизнеса, не ради того, чтобы урезать ему эти возможности. Второе объяснение, другое довольно, состоит в том, что на самом деле задача состояла в том, чтобы так сделать, чтобы другие бизнесы не могли инвестировать. То есть, чтобы бизнесы, связанные с федеральным правительством и с президентом лично, приобрели такую платформу, с которой они могли присваивать чужую собственность, получать конкурентное преимущество, вот эти все вещи. И вадим, вот, в принципе, вот недавняя книжка Карен Довиши, которая меня сильно смущает, тем, что там в ней написано, она, в принципе, эту историю рассказывает. Довиши даже стердает, что она строительство путинской февритократии, она его, как бы, документировала. Но у меня есть некие сомнения. Между этими двумя версиями, на самом деле, вывод состоит вот в чем. Большинство людей, которые обладают этими связями, которые вы встретили по 2010 год, могли бы, в принципе, поместиться на какой-то такой фотокарточке, когда Владимир Путин катался ночью, играл в хоккей, и потом решил, что как разироваться, и вот все вот эти вот неожиданно рупогатевшие люди там могли бы быть. Это также являет некоторой методологической проблемой. Это значит, что они, строго говоря, они сами люди являются кластером. Мы тогда может быть в своем анализе мы это должны бы как-то учитывать. Я думаю, что, наверное, это умение, Кирилл говорит, что он не знает как. Вот. И кажется... А, это все. Большое спасибо. Спасибо большое. Было интересно. Некоторое количество замечаний в основном такого общего плана, ну и потом какие-то чуть более конкретные. Такое основное замечание слишком много институтов. У тебя слово институт, то есть у вас слово институт появляется типа вот на каждой второй строчке и оно как бы к слову бродит. Мне кажется, что всю эту историю можно рассказать, употребляя его не каждое там как второе слово, а каждое типа как двадцатое. То есть, ну, постараюсь как бы встретить логику. Первое, то есть, что у вас в стокусе внимания? Вы изучаете, вот если даже посмотреть последние ваши кадры, вот эти приказы, фотографии, вы изучаете богатых людей. И возникает какой-то простой, то есть, скажем так, перефразирую вопрос простым образом. То есть, вы хотите изучить, как бизнесмены делают деньги при автократии? Либо вы хотите изучить, как политики делают деньги при автократии? Либо что? То есть, периодически ты используешь слово инвестор, но когда смотришь на Тимченко и РТП, то не поворачивайся и ты на других инвесторах. Да? То есть, вы как бы изучаете какую-то другую историю, чем то, что вот человек приходит, оценивать качество бутов и думает, а смогу я заработать деньги или нет? Мне кажется, тут совсем другая история. Да? Когда там несколько лет назад еще Деловой Петербург нарисовал карту активов, в центре которой находится сын Матвиенко, типа стоимость активов типа они оценили в миллиарда долларов, но это не о том, что он принимал какие-то инвесторные решения. Он не инвестор. Даже как там полигонец от Крачева 25 лет, владелец там примерно третий Коснодарского края тоже там ну как бы не инвестор, да? То есть, по большому счету, то есть, это не, наверное, история не о том, как какие-то бизнесмены пытаются проникнуть вот к возможностям делать бизнес, а как раз те, кто вот находится в узком кругу, как делать состояние. Было бы больше описательной статистики вот по, собственно говоря, вот этим людям, вот, наверное, было бы чуть яснее, что это такое. Сразу не текает вопрос, когда вот все эти истории там проговариваются, когда мы переходим к российским реалиям, ни разу не звучат слово коррупция. То есть, это как бы принципиально, чтобы не ввязываться во все эти теоретические, там, методологические, эмпирический дебат, либо, либо каким-то другим причинам. Либо, типа, не особенно, что вы просто используете язык типа институтов, и вам этого достаточно. Да? Поскольку, опять же, когда с 7 миллионов до миллиарда, условно говоря, то здесь вот сразу возникает вот это вот слово. Да? То есть, по каким причинам вы его не произносите, хотя возникает вопрос, типа, как эти люди сделали эти деньги? Да? То есть, вот что происходило, что они делали между вот семью миллионами и вот миллиардом. Другое из литературы, что, в общем-то, сразу вспомнилось, опять же, вы исходите из типа противопоставления типа автократия, демократия института. Как они вообще функционировали? Я сразу вспомнил вот эту прекрасную статью Вадима Волкова, где он сравнивает дело стандартного дела Югоса. И там, в общем-то, он расписывает похожие истории, только без всяких там вот таких противопоставлений, а просто через призыв радиокателизма, когда она открыта актера сильнее институтов. Да, в общем-то, российский капитализм отчасти так может быть описан, ну, конечно, такое свое оптимистическое участие, не пессимистическое, но всегда актера сильнее институтов. Да, и только потом можно сказать, что он все-таки как-то, выстывает, выстаканивает и так далее. Здесь такой взгляд тоже имеет место. Второе, что возможности история не только вот про автократа, который сам решает, какой-то ему нужен, такое хочу, не такое хочу, а про еще простые капэсити, что представим себе вот такого же автократа, условно говоря, в условиях экономики, где типа 3000 долларов по ППП на душу населения, ну, вы бы на душу населения, 5000, и в каждом из этих случаях у него есть разные возможности для построения разных институтов. То есть, я как сказал бы, что в случаях 3, а мне 5, тысяч долларов на душу населения, ну, как-то вот у него гораздо меньше возможности что-то построить, всего потому, что вот, что называется understaffed, underfunded, то есть, типа, он не сможет даже в размерах относительно небольшой страны построить себе вот как бы ту конструкцию, которую, если бы даже захотел, то есть, ему остается, в общем-то, в своей дедности только вот предатористы. В случае 25 тысяч тут уже как бы могут быть, ну, какие-то вот сомнения. Вот, хочу, могу, могу, хочу, то есть, явно, что уже есть возможности. 55 тысяч, ну, там, типа, страны залива, в общем-то, безусловно, как автократия характеризуется, но, типа, права собственности там, даже по такому пристальному взгляду, хэритич фондейшн, ну, не в каких случаях достаточно был защищен. Да, то есть, у того, что это, ну, гораздо проще сделать. То есть, здесь, мне кажется, что это также можно было учитывать. Про сектора, то есть, вы, с одной стороны, тоже такие, были мелкие комментарии, вы, с одной стороны, сказали, что вы учитываетесь, там, перечислить 12 секторов, но не хотелось бы понимать, есть ли какая-то разница, то есть, хотя бы на дескриптивном уровне, то есть, типа, потому что, опять же, мне кажется, фридейли, институтов нужно гораздо меньше, чем, допустим, в IT, или там, в какой-нибудь самодорабатывающей промышленности. То есть, супермаркеты могут работать, в общем-то, при любом режиме, при любых институтах. Равно как же, типа, какая-то нефтяная отрасль, вот ей, типа, только мешать будут по большому прощету. Она прекрасно, там, будет зарабатывать и, там, с ужасным проектом. И мы, типа, из-за того, нефтяной отрасли по всему миру, знаем, что так оно, в общем-то, и происходит. Ну, как, очень часто. Много примеров. То есть, здесь вот, будет ли какой-то, вот, значимый эффект. Потом, да, это как-то моим первым замечанием, что, опять же, все сводить к одному автократу, ну, наверное, это будет упрощение достаточно большое. Достаточно большое. Можно представить себе это как-нибудь все-таки коалицию, да, можно назвать это планом, кликой, как ты пару раз называл. И тогда, в общем-то, тут возникает вопрос также распределения каких-то вот статусов какой-то власти внутри уже этого сообщества, там необходимость, в общем-то, там, какого-то арбитража внутри день и так далее. Всегда в этой клике есть какие-то придворные бизнесмены. Да, то есть, кто-то занимается властью, а кто-то при нем, типа, вот, кошелек или там, что-то еще. Это можно будет вычитывать. Да, вот по таблице 1, где вот тоже была описательна как раз статистика, где еще не модель, там вот не до конца понятно, было из текста тоже, вот, вот перечисление вот этих людей, вот там, где циферка, может, чуть-чуть вниз. Не-не-не-не, вот именно на саму таблицу, саму таблицу. Да, да, да. Да, вот если сложить этих людей персов, явно, что процент там они не вкладываются там не в сто, а даже 50%. То есть, остальные это бизнесмены без связи. Без связи. На этом основании в начале ресторана у нас нет связи у бизнесменов. Такие вот это не страны. Окей, вот это было не до конца понятно. А другие, то что в таблице получается это без связи, но в каких-то секторах, да? Их тоже все секторах. А, их тоже все секторах. А, вот это не до конца было ясно. Ну, наверное, в общем, все. А, и еще единственное, что, да, ты проговаривал, что это надо делать, как контролировать на качестве институтов, которые у вас изменяют на динамике. в таблице, то есть, условно говоря, ситуация в 2004-м могла быть получше, чем в 2011-м. Да, ну, то есть, условно говоря, вот все, один год какой-то, я знаю, дождь, другой тучный, как бы это не понимать, там, за знаком пусс, за знаком месяц. То есть, то есть, сама ситуация могла обрушаться. ну, наверное, мое все, мое замечание, все. Ты можешь дальше в следующем образом поступить, ты можешь на все ответить, можешь собрать побольше фидбэка и уже ответить в конце на все, вот что ты хочешь. Это вот твое... получается, все обычно интереснее. Вы, наверное, и туда-туда делаете, 50 на 50. Давайте я очень коротко отвечу на какие-то вещи, потому что большая часть третики действительно имеет большое значение, и мне там просто сложно будет сжигаться. Я скажу так, насчет смены институтов у меня есть ощущение на самом деле значительно улучшения или ухудшения никакого не случились за 2000-е годы. Это ощущение субъективное, но важно то, что это для нас не очень как бы принципиально, потому что мы не смотрим на экономические институты. Мы как раз отставляем их за сбоками, и я могу исходить с того, что по сравнению с 2004 годом защита про собственности сильно не улучшилась. Вот это для меня важно. А исходя из этого, ну, видимо, ухудшилась данная. Это значит, что бизнесмены должны бы сильнее заходить идти в политику. На самом деле, если мы подумываем о том, чтобы отказаться от вот этих вот данных финансов, которые мы взяли по определенным причинам, взять данные фокуса, у которых меньше глубина по проникновению подписок, там всего 100 человек, но зато по времени подольше. И посмотреть, как люди вдруг повалили в думу в 99-м году, как они там до 2003 года помариновались, и как они отсюда вымылись все, вот посредствия, именно бизнесмены. Показать, что, ну, как бы, захватить предыдущий период, потому что получается немножко, что не с чем сравнить. Это 2003 год у нас очень много подвисает. Вот. И в этом смысле, какие институты экономические, это не столь важно для нас. Мы исходим из того, что если они меняются, то как бы в противоположном направлении нашем, то есть они должны нам, они как бы играют нам на руку в смысле исследования. Почему так много институтов? Потому что с этой базой данных было сделано уже очень много чего. Изначальный замысел был совсем другой, но Кирилл меня терроризировал, говорил, что он требует того, чтобы статья шла в какой-нибудь самый-самый лучший журнал. И изматывал меня, истязал тем, чтобы я придумывал теорию. Потому что ни на что больше я не годен. Вот. И я так старался придумать эту теорию, и вообще-то я очень доволен тем, что я придумал. Что в итоге получилось очень много институтов. Хотя я понимаю, что основания могут быть немного шапки. Вот. Но то, что институты там идут как ругательство, действительно, через слово, это, наверное, же объект. И я постараюсь это введя на уровне найти. Вот. Про коррупцию. В принципе, я мог бы ее там ввести, потому что многие люди считают, что коррупция – это альтернатива формальному институту, там неформальные институты через нее умножатся. Вот. Но я, честно говоря, в это не верю и не люблю, словно, руку. Только я стараюсь его им использовать. Мне обидно, что ты меня в этом делаешь и делаешь. Вот. Автокрас, я тоже еще скажу, потому что я думаю, что это может затронуть следующий вопрос. Он используется как фигурорейчиво много. Но я и скажу из-за того, что в России сформировалась персоналистская автокрасия, персоналистская диктатура. И поэтому даже говорить о том, что там какая-то грузировка, которая была бы более близка к тому, что там тоже очень могу называть оригархией, и это письмонологически, на мой взгляд, был бы неверным. Поэтому он там все время возникает. Собственно, большинство людей, оказывается, с ним связаны. Вот эти. Вот, наверное, все. Все остальное просто учту. Большое спасибо. Сначала Ника, потом Нина, кто-то еще, потом Павел. Ника. Да. Спасибо большое. Очень интересно. Вот у меня такой, можно даже сказать, вопрос на понимание. Вот довольно такая расхожая мысль, которая здесь транслируется, что обогатили в последние, там, скажем, 10 лет, да, в основном люди, которые связаны с так называемым коэкеративом модера, ФСБ и, ну, там, не знаю, может быть, с Следственным комитетом. Существует какая-то дискуссия на тему, что это противопорствующий клан, там, ФСБ и честный комитет, и это, на самом деле, тоже класс. Но так или иначе, с какими-то силовыми структурами. Вот, ну, там, не знаю, и на примере последнего какого-то там ареста только бизнесмена Михальченко, который там, сколько миллионеров, можно проследить, что вот считалось, что у него есть крыша ФСБ, которая была там очень долго, и вот что-то вдруг случилось, и его сейчас посадили за какой-то там несчастный коньяк во рту. При том, что, ну, в общем, там, это в его масштабах совершенно смешные деньги. Вот в связи с этим два вопроса. Во-первых, вот какого рода связи, типа Кооператив Озера и силовые структуры, вот куда они попадают из этих разделов? А второе, ну, ведь очень многие, вот, по поводу отраслей, как вы, это самое главное, потому что, ну, вот, например, тоже бизнесмен Михальченко владеет постом морга и, не знаю, какими-то бутиками, вот, это, ну, и еще куча, потому что, не знаю, и центром документов. Вот это что? Ну, как бы, куда он идет? По трем, по трем, по трем. Ну, давайте соберем лучше. Да. Да, да. У меня было несколько вопросов о том, первое, извините, действительно, про институты. Мне кажется, что в некоторых случаях говорили о институтах, как формальные детей, принуденте и всем прочем. А в другом случае, особенно при представлении результатов вот этого рейтинга, это было как нарушение правил игры. Ну, то есть, может быть, как-то, ну, не знаю, разделить их, может быть, вот это вот влияние институтов, как правил, игры на инвесторах, потому что они, естественно, существуют, может быть, они просто нарушаются. И вот эти вот институты, которые их формальны. Второй вопрос оказался того, что, допустим, на федеральном уровне, а в таком случае, может быть, действительно неинтересно, ни с кем общаться, и он не вныкается на себе... Кроме Дэнди, да. Да. Но насколько это релевантно для прианализа, например, региональных отношений губернатора и местных бизнес-лицев. И последний вопрос в том, что вы представляете один вид взаимоотношений бизнес-кругов и политических лиц, о том, что бизнес-лицы, что бы они ни делали, они должны обязательно для сохранения своих средств, счетов, взаимодействовать с политиками. Но может ли быть так, что они используют для этого офшоры? То есть какова роль офшоров в том, как они сохраняют свои правособственности? И может быть, если они действительно пользуются офшорами, может быть, тогда они идут в комментарии, или в чиновники, или совсем-то другим причинам, но для них есть какое-то значение. Павел? Спасибо большое. Было действительно очень интересно. У меня практически несколько вопросов и комментарий. Начиная с последнего, при перейдении с частью коммунистов, очень говорящих с Антони, у меня тоже возникает ощущение какого-то разрыва между теорией и конкретными данными, тем более реальностью, которую вы станете с платить. Дело не только в России, но и в рынке. Деньги знают, куда идти. Вот есть остров Русский, есть там федеральный университет, где строится мост, и действительно не потому, что деньги уже поняли, что этот мост надо осваивать и так далее. Здесь вот это как бы рыночные метафоры. Рассуждение о том, как эти институты работают, видно, что это литература, скорее, да, а не в данных и не в наблюдениях от жизни. В этом смысле, то есть, если и не желание сокращать эту теорию, то, может быть, все равно надо модернизировать, да, и как бы наоборот, или в политическом, логическом, учащая вот эту идею, что ягодный федеральный капитал, и через институты возможности себя вложить, перестраховать и так далее. Вполне возможно, что институты некоторые присоединены для того, чтобы капиталу имела возможность это все провернуть, и темы дезапроводы строили, для того, чтобы их как бы строить, да, сэнд-плоск, там, белые планы, и все, что угодно, да, все эти метафоры есть, и в общем, вполне возможно, что это ближе к истине. Другое мнение, как раз из этого, из того, что люди, как бы, эти планы, которые не знают, у меня просто есть ощущение, что подобного рода модели, как бы создавать вот после гарантии, ну, то это после, когда уголовно уже известно кому, что принадлежит, принадлежало все, что реально делал, да, как известно реальные владельцы, институты любого действия и так далее. Когда действительно идёт возможность в процессе каких-то связей, кто на самом деле выиграл, кто был просто держателем акций, ну, или там, активов, а кто действительно сколько как-то понимал, у кого действительно были реальные связи, а кто использовали в качестве, значит, этих связей, то есть у меня тоже ощущаю, что, как бы, поскольку, ну, многое не следует, он сказал, ничего, что не знаю, но, тем не менять, на некоторых блоге, там, на варьбе, вот, захочешь, надо, если интересно узнаёшь, много поверили себя, да, там, какие-то подробности, кто, там, про сын Кугорович, высказал, что, наоборот, у тебя, с какие-то связи у вас есть или нет, оказывается, что есть, и вот это мы тоже узнаём, и тут вот есть, ну, не знаю, там, соглашение и предложение, но если вы уже знаете, как подобные эксперты делать, какие данные собираются и так далее, может быть, я тебе, это понятно, что все очереди посоветовать, можно попробовать взять какую-нибудь технократию, который захочет, вот, где-то как раз, хорошие планы данных, и просто попробовать сделать тоже, может быть, наставить, например, 30-ти годов, просто, да, вот, какую-нибудь найти, а после того, как в Франции найти какую-то, ну, там, будет, как в Франции найти, или там, там, передоциальные получения, да, здесь то, и, по поводу сделать, там, уже легком организме, и попробовать это сработать, и сработать. Еще, значит, с, теперь, поточняющим вопросом, я не видела, такого рода, я вот, есть, у меня, я не понимаю, уже таки, наверное, надо прочитать союз, если пришлось, не догадаю, как эти два данных конкурировали, ну, то есть, вот, вот, есть связи с двумя, но двумя меняются, связи в правительстве, но там меняется персональный состав при этом году я не помню миша 2 процента и что-то у нас ручка премьер дениса и как бы с ним связь 10 часа связи с гостья на участие помогают бизнес делать и с кудрином да там еще с тем ну то есть вот меня вы имеете персональные связи а при этом берете период в процессе которого многие персональные связи меняли свой знак а у вас я так не понял это как учитывается то есть у вас и у вас вот эти бизнесмены они вот не важно что там все равно эти связи найдем как тогда быть семьями да зачем и прочее прочее пришло вот только подмечного здравоохранения у нас недавно у нас на который там на каких-то парадах меняем там виничного здравоохранения суть их бизнеса то есть мне кажется что если опять же я не очень понял что это делать но если есть профессиональные связи может быть интересное действие этого связи с теми людьми которые вышивают из исполнительной власти да или там из суммы да посмотрите что ты ну и следующий вопрос то есть если действительно есть ощущение что все это поместится на одной фотографии то есть люди которые и не инвесторы и речь может не по какие-то сложные связи а не по словам примут да можно просто попробовать следующий день их условия как бы убрать если у вас там это действительно 100 лучших данных данных у вас 100 лучших но берите в первых 5 10 что открывается статью что в россии украинской сочи связи с особых Безусство с властью не удаётся, но при этом делая ещё толководку, это позиционно, что на самом деле, может быть, там наши такие связи мы постепительным, и эту кайсию запускает только, может быть, просто убрать вот это подтверждение слабых связей бизнеса и власти, если вы, на самом деле, можете это решать. Это отвечает на том, что на этих современностях, которые подражаются для тех, для кого это стоять достаточно установлено, потому что окажется, что, когда я считаю, в вашем городе подкариваю деньги, а потом окажется, что вы знаете, что на самом деле может быть, может быть, и не так. Вот, второй вопрос, я такой, там, тут начало тоже будет важную, в этом ответ, важную историю защиты про собственность, и как она влияет в принятие решения по тестированию, а то окажется, что она ближе к консультиву от попадания, и вот, как бы, проблема защиты про собственность, которые конгребать государянию, а вот эта ФББumo власть и если она связана с оба собственностью, он, надо 下次, к第一ому, как у Питера, был бы интересно посмотреть на всех беспр 45 агенты в истории защиты про собственность. Агентство защиты про собственность с отбологами iegenati области, но с одной стороны автограф, который, как ليно, был похож на наорождиваяstenstad biti, но напеку мы при янешно velvet集омились к возрастaciones Ministries и over-portам. кто-то связанная с властью какими-то сложными отношениями с рейтингом, которые не однократно не лезут, например, с чиновниками и евреями. То есть, понятно, что там дело Юнкаса, это, наверное, может, кому однократно, он однократно, если нет, кого-то староходство, это не делать тогда. И, да, если я просто подрастусь, будешь, то есть мне, как собственно, это статья последнего, что такое связано с ЕМПД? То есть, как, собственно, последние, последние наши недели, с теми же вопросами, которые связаны с ЕМПД? А в чем был вопрос? В чем был вопрос? Петр? Да, я присоединился к критике, которую выучал от коллеги в отношении базы данных, и мне вообще представляется, что это просто, я не знаю, ну, может быть, неплохо для журналистского расследования, но такого-то, ну, связи, мы многие не знают, но все напоминает мне какие-то подобные штуки, там, в прожжении Ферлотес, как бы, и слайд какие-то, ну, кто-то написал там что-то про мальчик, который пытается вылистывать эту связь, пытается вылистывать эту связь, мы понятия не имеем реально, что там происходит, плюс то, что вот Паша сказал, что там непонятно уже эти связи, что они дают, и действительно, мы видим какую-то кружку Альберга, мне кажется, что это, ну, вообще, это просто, как бы, я не знаю, строят эту формальную модель, и мы говорим, наиблия, все, спасибо. 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 Еще, кто-то, в Москве, есть какие-то вопросы? Есть у нас вопросы? Ну, хорошо, тогда. Есть у нас четыре вопроса. По количеству слушателей. Да, говорит вам у меня. Вопрос об инститюшионализе, я бы так назвал. Ну, ведь в структуру автократии входят инститюшионализеры. Автократия, как бы, считает, что она, наоборот, институционализирует. Вот такая структура, как ОСИ, например, агентство стратегических инициатив призвано таким быть. Я не говорю, что она им является, но это входит в ее компетенцию. Можно по-разному отнестись к аффилиации здешней, но у нее такие задачи тоже в свое время стояли в изучаемый период, скажем так. Где место инститюшионализеров в процессе деинституционализации? Спасибо за очень интересный интрибьюшн. Мне, наверное, несколько коротких вещей. Во-первых, я бы сказала, что вы говорите о связях как о стабильных, они все-таки меняются, потому что, допустим, кто-то впадает в опалу, кто-то не впадает в опалу и так далее. Ну, вот как уже некоторые кейсы обозначили. Второе, наверное, какой-то другой метод, например, я не знаю, анализ сетей было бы, наверное, как-то релевантнее, к примеру. Смотреть силу этих связей, изучить блок ФБК и так далее, и идти по нему, наверное, это было бы как-то релевантнее. Ну, и последнее непонятно, при чем тут институты, вы могли бы со связями, не знаю, неформальностью, формальностью прекрасно обойтись. А вот как-то получается бантик немножко непонятно зачем. Спасибо. У меня два последних вопроса. Вопрос номер первый. По вашим данным, получается, что те люди, у которых так или иначе были связи в правительстве в период кризиса, приумножили свое благосостояние, те люди, у которых связи было меньше, приумножили, но в меньшей степени. И вы трактуете это как показатель таких авторитарных институтов. Хотя на самом деле те же закономерности могут наблюдаться в более развитых демократических странах, потому что доступ к власти — это не только доступ к тому, чтобы использовать ее с точки зрения коррупции, но это определенный доступ к информации. Здесь уже прозвучала идея о том, что неплохо было бы в качестве образца для сравнения взять другое государство, так сказать, мертвое. Но мне кажется, что было бы еще и целесообразно взять для сравнения и развитое демократическое государство. Потому что может так получиться, что вот эти механизмы, основанные на социальном капитале, а не на институтах формальных, работают одинаково и там, и там. И для демократических стран вы можете найти такой же тренд. И второй момент связан с тем, что ваши интерсепты для двух регрессионных линий, они пересекаются с осью Y в разных точках. И вот этот вот резкий рост благосостояния в период кризиса может объясняться просто-напросто резким ростом развития бизнеса, который не характерен для бизнеса с большим капиталом. Ну у нас все. Нет больше вопросов? Ну я думаю, что тогда с вопросами достаточно, но у тебя есть где-то минут 10-12, чтобы ответить на все вот эти замечания. Давайте я начну с данных. Данные выглядят таким образом. Это данные по индивиду годам, соответственно, за каждый год мы ходили в связи заново. У человека могла быть связь в 2005 году, а в 2006 пропасть. С думскими депутатами это происходило после того, как они не переизбирались, каких-то сенаторов отзывали. Сложнее с теми, у кого неформальные связи. Эти связи, понятно, пропадают только в том случае, когда теряется пост у человека, который его занимает. Да, но в таком случае есть некая проблема, связанная с тем, что если что-то происходит вот с тем, кого я ходирую, с бизнесменом, то он у меня выпадает из базы как-то. Не то, что я смотрю, и у меня в следующем году этот человек без связи или с меньшим доходом. С ним может что-то плохое случиться, он просто из базы вылетает начисто, и я его вообще не вижу тогда. Вот, это меня немножко треволит в у меня души, но что делать, это такая жизнь. Вот, соответственно, дальше по этому устройству многоуровневая модель, в которой у нас есть переменные годов, я так понимаю, наверное. или еще что-то в таком духе, мы этот фактор учитываем. То есть, если человек в каком-то году потерял связи во власти, то мы проверяем, как это сказалось, и на его доходах как бы. В этом смысле все довольно хорошо сделано, но, опять же, да, это как вот, вы знаете, период. Другой вопрос, это вопрос качества этих данных. С одной стороны, дела это уже относительно давние. То есть, в общем-то, сейчас, наверное, такое исследование было бы страшно, собирать по нему данные, учитывая все возможные чайки и достижения ФБК, и появившегося Навального уже там последние, да, пять лет. Вот. Но я хочу сказать, что данные кодируются очень консервативно. То есть, это не вопрос там слухов, что кто-то с кем связан, это вопрос того, что в интервью признавался парк связи до попадания человека на какой-то пост. Единственный человек, который, собственно, меня в этом плане смущает, это, видимо, вот тот самый фармацевт. Паша ответила. Нет? Не кончится. Нет. Самоцент, который... Самоцент, который... Ну да, который является другом семьи стран двух министров в то время, Христианкой Гориковой, который отметился тем, что много денег заработал на орбидоле, и вот это вот все. На его очередь я не очень уверен в том, насколько обоснованно о нем пишут, но пишут в видомостях, например, что он давний друг, и поэтому я поверил. Тем более, что вы видите, вот с таким количеством людей со связями у меня, ну, была некоторая склонность верить к таким свечениям, чтобы не остаться без данных, да. Мы пытались посмотреть, какая будет интеракция этих связей с отраслями. Действительно, в какой-то отрасли связи нужны, в какой-то не особо. Но, к сожалению, когда мы как бы сделали вот так вот это вот с отраслями, у нас было бы много пустых пересечений. Вот. Ну, то есть есть отрасли, в которых у людей нет связи, и дальше мы ничего не можем с этим поделать, хотя это само по себе уже о чем-то нам говорит. Но анализ отраслей у нас сделан в другой работе, в которой мы показываем, как... Ну, то есть там нам удалось посмотреть без временной динамики на то, в каких отраслях действительно есть склонность инвестировать связи. И там довольно логичные вещи типа нефть, финансы. Это что-то, где связи нужны. Ритейл. Это что-то, где связи не нужны. Такие у нас там выводы. Вот. И мы пытаемся там также посмотреть, и генализация этих связей, как пересекать. Если нет, то заработы еще даже не на таком уровне готовы кахать, поэтому я ее не представляю еще. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Т.Горицы Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова